Ребят, здравствуйте еще раз. Момент. Вот мы разбирали прямые удары на резине. Фронтальная стойка, вращение пятки, бедра и в черноке. Но сейчас я хотел вам предложить рассмотреть, как резина помогает вам при ударе сбоку. В домашних, конечно же, условиях. Ну и опять, что у нас? Есть резина. Резину, что у нас? Делаем узел из полотенца. За что цеплять, да? Сам где-то подсмотрел, а? Интернет нам в помощь. И что? И вот тебе, смотрите, даже для... Резина у меня тонковата, да? Я ее вдвое сложу. Я ее сложу вдвое, ну, чтобы понапряженнее было, что я тут не просто... Веревочкой ношу, да? И вот посмотрите, какая происходит ситуация. Резина здесь показательна... Показательна. В каком... В какой себе тут моменте? Что? Если вы... Вот мы хотели... Боковый удар, да? Я ударил, да? И что? Куда я ударил, ребят? Я ударил фактически прямой удар. Я ударил. Вот. Стоит у меня противник. Вот я сбоку. Я ему по челюсти вот сюда ударил. А мне боковой удар нужен какой? Чтобы он зашел. Даже кружка эта. Я все равно переверну, да? Но смысл в чем? Чтобы он зашел за что? За руки противника. Вы бьете не сюда, а в подбородок. Вы бьете сбоку в челюсть, в висок. И для этого нужно обводящее движение руки. То есть запаздывание, раскрывание локтя по отношению к плечу. И вот резина как раз это вам и дает. Что это значит? Когда вы становитесь... Вот смотрите на меня сбоку, да? Видно. Вот посмотрите. Здесь самый главный момент. У меня не идет. У меня пошло плечо, локоть. И переворот. Длиннее могу сделать. Короче могу сделать. Кружкой. Ну, здесь не совсем кружка этична, потому что нет такого переворота плеча. Но! Если у вас локоть раскроется чуть раньше, или вы потянетесь кулаком вперед, раньше локоть раскроется плеча, или же что? У меня еще плечо не перевернулось, а локоть уже стал раскрываться, то и резина меня сразу же здесь накажет. Посмотрите. Меня будет разрываться. Я не смогу это движение сделать. Вот как раз я стою специально, чтобы по диагонали немножко резина была. Не четко за спиной мне здесь. Нет. А именно, чтобы она меня немножко в сторону тянула. Тогда тем более. Тогда тем более мое движение. Могу снизу взять, чтобы здесь по щеке не било? Чуть-чуть. Видите резина? Чуть ниже. Вот я чуть-чуть сейчас опустил кулак. Все. У меня, смотрите, резина сразу ломает мне руку. Выламывает. Не разгибая локтевой сустав, я как разминочное движение делаю. И длиннее могу. И путь перед собой. Переворот этого плеча. То бишь, резина как раз и дает вам показательно, что не раскрывание себя вперед. Вы не показываете. У вас фактически кулак сразу идет вперед. Но плечо. Но он идет сбоку. И вот резина как раз в данном случае, когда тянет вас, еще раз повторяю. Именно, видите, я по диагонали становлюсь. Вот я снизу взял. Вот у меня палка даже, да? Я за нее бью. Смотрите, я специально не перед собой поставил. Чуть вот так поставил. И кулак у меня, обратили внимание, все время находится на плоскости плеча. Не опускается. Вот эта резина вам и дает при ударе сбоку, как только вы чуть-чуть раскроете локоть, вас сразу нарушается геометрия. Сразу резина начинает ломать вам руку. Вам приходится наклоняться, еще тут. При этом движении меня никуда не наклоняет, никуда не тянет. Боевой стойки тоже самое. Или чуть-чуть вперед кулаком вместо вот этого движения кулаком, вместо кругового небольшого движения. Сразу же поломается. Фронтальные стойки с пяткой, с бедром. Чуть, главное, не открывается, не раскрывается локоть, ребят. Понятно? Вот это не раскрытие локтя и резина вам дает. То есть, момент. Не переживайте. мозг сам поймет, когда вам раскрыть локтевой сустав, когда он раскроется, в большей, меньшей степени. Почему? Потому что вы смотрите, куда вы бьете. Программа есть. Но эта резина тянет руку, сразу ломает вас. Если вы начали локтем раскрывать раньше, чем переворачиваться плечо. Вот и все. Пожалуйста, пробуйте, пользуйтесь. Не болеем. С праздником всех!